Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов встретился с коллективом троллейбусного парка. Эти люди, осуществляющие транспортную перевозку жителей, не понаслышке знают одну из лободневных проблем нашего города – пробки на дорогах, которые происходят из-за их загруженности. Этот вопрос давно стоял на повестке дня работы администрации Ленинского района, и в этом вопросе большую помощь оказал Вячеслав Фетисов в ходе избирательной кампании. Мы наконец-то добились права выезда на трассу М4 из 6 микрорайона. То, что позволит нам сильно разгрузить центр города, просто жителям 6 микрорайона, которым не нужно ехать в центр города, им физически не нужно. Большинство из них работает в городе Москва, и для них было бы комфортно выезжать на М4 Дон и въезжать обратно, минуя центр города. Тем самым мы облегчим и движение для троллейбусов. Проблемой города была и уборка дорог. В этом году ситуация изменилась к лучшему за счет концентрации финансовых ресурсов района. Уборочной техники было закуплено более чем на 200 миллионов рублей. Часть техники у нас еще окончательные грейдеры поступят, сейчас поступили КАМАЗы, придут в декабре месяце. Все это связано было с закупками, но ситуация все-таки меняется в положительное русло. В ходе встречи рабочие высказали и свое мнение о происходящих в лучшую сторону изменений в городе. Это и благоустройство дворовых территорий, школьных стадионов. Однако были наказы по другим житейским проблемам, и в том числе о необходимости организации в городе зон отдыха с открытыми водоемами. Вот в 70-е, 60-е, в Кимахо купались, в Таблоу купались, в Сапроново обличье купались. А сейчас нигде нет. Руководитель предприятия Орга Кинтина, обращаясь к Вячеславу Фетисову, в том числе высказала и пожелание о необходимости создания государственной программы по закупке новых троллейбусов. Встречи, на которые мы должны понять, что мы можем сделать для людей, для предприятий, каким образом можем помочь тому, что их волнует сегодня больше всего. Ну, конечно, эти встречи нужны. И здесь я еще раз хочу отметить, что ответственность одномандатника сегодня – это имидж партии по большому счету. Все наказы депутат взял под контроль, пообещав, что подобные встречи будут проходить и в других трудовых коллективах Ленинского района.